Всем привет, дамы и господа! Приехали в Банков Америка, время открывать кредитные карты. Нам сказали, через месяц после открытия дебетовых приехать на открытие кредиток. Там гигантская очередь русских людей, там один русский менеджер работает, там гигантская очередь русских, нам сказали, 45 минут погулять. А мы чрезвычайно хотим хавать, наверное, сейчас зайдем куда-нибудь поедим. Может быть, просто в магазине купим хаванины, а может быть, в какой-нибудь кафешку. Хотя, какая машина! Чисто американская машина, смотрите! Вау! А мы идем в кафешку, которая называется Jack in the Box. Я надеюсь, она работает на сиденье внутри, потому что там людей нет. Может быть, они только на вынос из-за ковида работают. Весь очередь стоит. Бургеры по 8 баксов. Нет, есть какие-то по 5 баксов. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите, завтраки. Можно целый завтрак купить, допустим, за 4 бакса комбо. Ну, 4,5 бакса вместе с кофе даже. Представляете? Целый завтрак за 4 бакса, пожалуйста. Из-за ковидных ограничений, видимо, на подносах еду не дают. Дают вот такой, как на вынос, короче, в пакетике. О, отличный кофе. Короче, смотрите, буррито завернутый в золотинку и какой-то плюшка. Короче, это картофельное, это драники. Живее, Беларусь! Да, это драники. Офигенный драник. Офигенный буррито, короче, смотрите, с яйцом, с беконом и с котлетой. Чрезвычайно вкусно. Ну что, как бургер? Лучше, чем в Макдаке. Ну, по крайней мере, здесь есть бекон. Ну, а котлета вообще? Две котлеты и бекон. Да, котлета стандартная, не соленая, пресная, как и везде. Как земля. Да, но здесь есть бекон. Да, тут везде бекон. И горчится. И горчится. И я думаю, что это все-таки повкуснее будет. Ну что, друзья, кредитки оформлены. И через два дня они придут к нам на почтовый адрес. Из приколов. Заходим в банк, а сотрудники уже говорят. Господин Стяжкин, мы смотрим вас на Ютубе. Представляете, подписчики есть у меня уже и в Банков Америка. В общем, ребят, нам открыли кредитки с депозитом. Ты должен внести на счет изначально как минимум 300 долларов. И эти 300 долларов у тебя будут на кредитке. Как бы через полгода или через 9 месяцев, если ты нормально выплачиваешь этот кредит, то тебе эти 300 баксов просто возвращается на твой дебетовый счет. Вот такая история. Потому что у нас нет никакой кредитной истории. Нам просто так не открыли мощную сразу крутую кредитку. Но даже на этой кредитке есть кэшбэк о полтора процента. В общем, будут копиться эти деньги. Где ты их можешь использовать и для погашения кредита, и даже снять наличка и так далее. В общем, кредитки здесь, это очень круто. Скоро мы сможем начать через пару дней уже свою кредитную историю в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах я не выспался. Нифига, заговариваюсь. Поставьте лайк, поэтому поддержите лайком и комментарием. Я сегодня ездил на вождение. Просто на урок вождения. В смысле, экзамен по вождению у меня еще впереди. Я сегодня взял инструктора. Просто чувака из интернета, который, типа, знает, как водить. Вот прям рекомендую взять такого чувака, какого-то на вождение. Потому что реально многие команды, которые он мне говорил, я, допустим, там не знал. Но вот от инструктора бы услышал, я там потерялся. Типа, едь прямо, а на светофоре поверни налево. Там еще какие-то такие команды. То есть понятно, просто если там поверни направо, налево, это совсем легко. А вот есть такие команды, которые лучше заранее знать, ну и вообще покататься возле этого DMV. Где вы будете сдавать на права, лучше там заранее съездить, вот с каким-то человеком, знающим прокатиться, все посмотреть. Он там скажет, где на каких улицах, там не больше 35 ехать и так далее. Ну и вообще всякие моменты такие, которые говорит потом настоящий инструктор. Он мне подсказал. Рекомендую взять вождение пробное. Куры гриль. Короче, смотрите, здесь продаются куры гриль, а это куры, которые в масле обжаренные. Мне вот эти в масле обжаренные не нравятся, а куры гриль вообще ништяк. Это типа маленький пакет. Так же, наверное, он просто окомплектован. А еще очень вкусное вот это копченое мясо, это ребрышки за 6,52. А копченая индейка так себе. Вот человек стритует в базы магазинах. Слушай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!